МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня недостаточно информации, чтобы твердо склоняться к одной из версий. Думаю, что ее нет почти ни у кого. Люди, которые были на похоронах Михаила Юрьевича, с которыми я имел возможность проконсультироваться, уверяют, что он мертв. И, так сказать, хоронили именно его. При этом во всей этой истории масса неясного, конечно, в первую очередь, каким образом сердечный пристав потом был переквалифицирован то ли в побои, то ли в попадании под колеса автомобиля. Также стало ясно, что Михаил Лесин не случайно забрел в отель Дюпон Серкл, а выписался из отеля Фор Сизн сначально и заселился в отель Дюпон Серкл. Потом, а не просто в результате некого броуновского движения улицами Вашингтона. Я сам жил в отеле Дюпон Серкл. И могу сказать, что... Ну, не в дни, когда там находился Михаил Юрьевич Лесин, сразу оговорюсь. И хочу сказать, что миф о том, что это какой-то клоповник для бомжей, причем гей-бомжей, видимо, вашингтонских геев из бедных окраин, которых выгнали их социальные партнеры, совершенно не соответствует действительность. Это, может быть, не роскошный отель по меркам российского олигархата. То есть, там нет функции круглосуточного вызова лакея в номер. Но это вполне пристойный четырехзвездочный отель и со всеми удобствами, что называется. То есть, ничего такого маргинального, в том числе по вашингтонским меркам, в нем нет. Тем более, что наша публика все-таки дикая, и надпись на сайте отеля, что он гей-френдли приняла за какое-то полное, так сказать, торжество с адамией. В этом Дипон-Церкл, который, вероятно, так же не наблюдается. Это обычная опция, которая, скорее, говорит об отеле хорошо, чем плохо в цивилизованном мире. Они в нашем больном сознании, хотя на словах мы все против дискриминации геев, но на бессознательном и даже сознательном уровне, конечно, мы считаем, что гей-френдли это чудовищный ужас. Поэтому я вполне допускаю любую из версий, включая программу «Защита свидетелей». Просто само по себе исчезновение Лесина под программой «Защита свидетелей» в США, оно очень соответствует одному из базовых русских мифов. Миф об инобытии. Потому что русский человек движен двумя страстями. Страстью к самозванству и страстью к побегу. Что, собственно, и отражено в великой русской литературе. Наш герой, начиная с... Ну, не начиная, а продолжая скорее. Но если говорить о вершинах русской литературы, то, будь то Гришко Атрепев или Христаков, это самозванец. А движение русского человека – это побег из окружающего реальности. И в этом смысле Лесин под программой «Защита свидетелей» – это такой Гришко Атрепев и Христаков одновременно. Который, конечно, должен нанести смертельный удар в спину отечества, из которого он сбежал. Это очень просто красивый миф, который очень ложится на сердце и душу русского человека. Поэтому он будет популярен еще долго, независимо от того, какова судьба Михаила Юрьевича. Что же касается полемики о том, знал что-нибудь Лесин на тайнах Кремля и так далее. Конечно, знал. Но я думаю, что многое из этого известно американским спецслужбам и без неба. Собственно, побудить его к побегу мог скорее финансовый спор с Ковальчуками, фактически владельцами «Газпром-медиа» относительно суммы, переплаченной за «Холдинг-проф-медиа», которая, по некоторым данным, составляет порядка 80 миллионов долларов. Однако те же люди, близкие к Лесину, которые присутствовали на его похоронах, уверяют, что он мертв по-настоящему. Говорят, что эта сумма не была столь значительной для Лесина, чтобы он из-за этого пустился настолько во все тяжкие. Ну, то есть, его состояние оценивается некоторыми друзьями в полтора-два миллиарда долларов. Ну, давайте справедливости ради скажем, что «Холдинг-проф-медиа» никак все конспирологические теории не комментируют, и вряд ли мы услышим от него какие-то комментарии. А кроме того, нашим радиослушателям, которые, возможно, не слушали последнюю программу «Юней латыни» на код доступа, следует сказать, что именно там прозвучала следующая фраза. Ну, знаете, этот отель, там наркота, там геи. Ну, зачем он туда пришел? Ну, видимо, по какой-то специализации. Я жил в этом отеле, нет, просто чтобы наши слушатели понимали, в чьи огород летят камни господина Белковского. Нет, ничего подобного. Я с огромным уважением отношусь к Юлианину Латынину, а про ей, все прочее, не рассуждал только ленивый на прошлой неделе. Я хочу сказать, что помимо меня, может быть, я сомнительный авторитет, но совсем незадолго до моего появления в этом отеле там жил, как Борис Немцов. Да, только приезжавший в Вашингтон по своим делам. И вообще многие люди, приезжающие в Вашингтон, там останавливаются. И уж, конечно, не надо ссорить меня с Юлией Леонидной, которую я безмерно люблю и уважаю. Нет, я вас не пытаюсь с ней ссорить, просто, видимо, я был одним из тех немногих, кто только от Юлии Леонидной слышал эту версию. Нет, она в прошлой неделе сыпалась. И даже где-то я слышал версию, что это отель специально для краткосрочных гей-свиданий, уже совершенно очевидно не так. Ну, вот вы сказали, что в этой истории соединяются два излюбленных нашему уму сюжета, да? Это самозванство. Ну, не самозванство, а изменение личности. Да, смена идентичности. Смена идентичности. Но ведь, наверное, когда-нибудь этот миф расцветает лучше, а когда-нибудь хуже. Да, в таких критических временах, как сегодня, он расцветает лучше, потому что всем хочется убежать от себя. Ведь самые страшные невозможные – это убежать от себя. И вот программа «Защита свидетелей» – это именно реализована попытка убежать от себя воплощенной мечтой русского человека. Значит, мы будем стремиться к аспирологии различной. Бессонного сознательного уровня, конечно. Но не можем мы поверить даже, что Березовский покончил с собой. Вот я могу поверить, хотя не уверен в этом, естественно, поскольку свечку не держал, как и большинство других участников этого процесса. Но три человека из четырех всегда вам скажут, что, конечно, Березовского убили. И никак он не мог покончить с собой. А это от чего происходит? От недостатка информации? Это тип мышления определенный. Недостатка информации еще никого не смущал. Все величайшие теории создавались в человеческом опере без всякой информации. Они просто не сходили на него методом вхождения в голову. Сегодня, кажется, день рождения Альберта Эйнштейна, если я не путаю, то есть проверим, чтобы мы не обманули по такому важному поводу наших радиослушателей. И как раз сложно же предположить, что теория относительности была создана и общая, и специальная, и общая. Альберта Эйнштейна на базе какой-то информации, которую он получал. Она на него снизошла. 14 марта. Да, сегодня, кстати, день числа Пи, поскольку 3.14, третий месяц, да. 14 число. И, конечно, для России это тоже особый день, потому что с буквы Пи начинается один из культовых политологических терминов, который я не буду лишний раз цитировать в эфире. Тоже в некотором роде связано с бесконечностью. В эфире Москвы, да, 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 потому что, скорее, с безграничностью. Значит, бесконечность и безграничность – это разные вещи. Бесконечность всякая, безграничность всякая, кончается границей, а бесконечность никогда ничем не кончается. Да, поэтому это наш тип мышления. Собственно, нам, в нашем создании присущи определенные архетипические мифы, которые мы хотим воспроизводить. И как только появляется хотя бы вялое и слабое робкое доказательство истинности наших представлений о Вселенной, вот мы, конечно, прекрасно берем это доказательство себе на вооружение. Да, слушатели тут пишут о том, что действительно неоднократно звучали негативные отзывы об аттемателе Дюпон-Церкл, которые... Пограмм не заключить с ним рекламный контракт. Я, по-моему, главный южный защитник отеля Дюпон-Церкл после смерти Бориса Немцова, который тоже там жил. Я цитирую ваше высказывание по снобу. В общем, во всех версиях того, что произошло с Нессиным, есть загадки несуразности, а с моральной точки зрения, пожалуй, не стоит слишком уж углубняться в конспирологию. Нехорошо слишком сильно наклоняться к гробу умершего человека. Да, я с этим согласен сейчас. Я говорю о том, что эта мифология, она работает, но я не утверждаю, что это именно так и было. И уж, конечно, не возьму на себя ответственность судить о том, как оно было на самом деле. Смотрите, у меня есть некий журналистский, скажем так, некий журналистский челлендж, который я прошу вас разрешить. С моей точки зрения, отчасти нет никакого смысла обсуждать то, что произошло с Михаилом Нессиным, то бишь то, что теоретически жив, он не теоретически мертв, потому что если он теоретически мертв, то это значит, что история закончена, а если жив, то, вряд ли, мы когда-нибудь еще раз о нем услышим. Вы с этим согласны или нет? Нет, нет, если он жив, конечно, услышим, потому что Михаил Юрьевич был человек тщеславный, был и есть, возможно, если он жив. Да, мне кажется, что если бы Борис Абрамович Березовский был жив, что для меня является доказательством того, что он мертв на самом деле, он бы, безусловно, уже как-то проявился, он бы не удержал в себе это сокровенное и сакральное знание, присущее только ему о том, что он жив, как не мог удержать никакого тайного знания, которое доверяли ему его соратники и партнеры по правящим кругам Российской Федерации. Нет, поэтому, как говорил Владимир Иванович Путин правильно на пресс-конференции после аннексии Крыма, на меру и смерть, как раз, на что он имел в виду? Что ради той великой славы, которую он приобретает путем аннексии Крыма, можно рискнуть и общей страной в целом, и своим положением как легитимного международного лидера. Так и здесь. Нет. Если Лесин жив, то, конечно, он как-нибудь проявится в обозримой исторической перспективе. Другая важная тема прошлой недели – это нападение на журналистов, которое произошло на границе Чечни и Ингушетии, на журналистов и правозащитников. Не будем еще раз пересказывать всю эту фабулу, потому что я уверен, что наша аудитория хорошо знакома с описанием тех событий, которые неоднократно звучало в нашем эфире. Я хочу вот что спросить. Какие панетические последствия в верхах будут иметь события? Будут ли они какие-то последствия иметь вообще? Или все, как всегда, закроют на это глаза и спустят все на тормозах? Это, конечно, событие драматическое и возмутительное, но оно стоит в одном ряду с гибели, скажем, Анны Политковской, Натальи Эстемировой или Бориса Немцова. То есть оно не более прагическое, чем выше перечисленные события. Поэтому если тогда ничего не произошло с предполагаемыми организаторами этих преступлений, то почему-то что-то должно произойти и сейчас. Я думаю, что Рамзан Ахматович Кадыров или останется на своем посту, или, как предполагает Михаил Касьянов, пойдет на повышение на пост полпреда в Северо-Афказском федеральном округе. И это теоретически возможно, и этот вариант обсуждается уже много лет. То есть уже два раза... Кем? В верхах, так называемого. Уже два раза Рамзан Ахматович пропускал партию. То есть, он мог стать и в эпоху назначения Хлопонина, полпредом, он стал Хлопонином, он мог стать и после Хлопонина, когда начали эту генералу, я забыл, как у Меликов. Характерно, что даже времен полпредов мы уже не помним до такого состояния. Не все губернаторов не помним. Губернаторов уже давно не помним. Потому что их очень много, тем более. А полпредов-то мало уже могли бы и запомнить. Но этих уже перестаем помнить. Но думаю, что Ингушетия и Дагестан категорически против того, чтобы Рамзан Ахматович стоял над ними. Это является одной из главных причин, по которой Путин на такой рискованный шаг не идет. А вот, собственно говоря, в этой истории сами журналисты, сами правозащитники говорят, что за ними два дня примерно была слежка. И в основном это были машины, на которых были чеченские номера. По их словам, когда их избивали, им кричали, что нечего вам делать в Чечне. Сейчас Медиазона пишет, что люди, нападавшие на российских правозащитников, журналистов, между собой говорили на чеченском языке. Они дали пленку послушать переводчику. А зачем это делать на территории Ингушетии? Ну, чтобы еще иметь возможность сказать, что это провокации, организованные кем-то близким к ингушскому руководству, поставить себе такой запасной маневр, потому что не секрет, что отношения между чеченским и ингушским руководством далеки от безоблачных. И в свое время даже были подозрения, что чеченское руководство причастно к покушению на нынешнего президента Ингушетии Юнус Бека-Левкорова. Еще об одном громком дине. Мосгорсуд отказался перекванифицировать дело об убийстве Бориса Немцова. Его защита считала, что расследование нужно вести по статье «Посягательство на жизнь госдеятельно». Только что у нас в эфире, по-моему, как раз был господин Прохоров адвокат. Я имею в виду его комментарий. Но судья Вячеслав Мишин не согласился с такой позицией. Это политическое решение? Конечно, потому что, со всей очевидностью, Борис Немцов был государственным и общественным деятелем одновременно. Государственным как депутат. Не говоря уже обо всей его биографии. Общественным, опять же, по факту принадлежности его к ряду общественных объединений и участия в общественной деятельности. Поэтому это просто стремление в очередной раз принизить Бориса Немцова и факт его гибели. Это общий тренд, взятый на вооружение Кремлем. Что погиб не очень важный человек. Поэтому не терпите нас лишний раз. А им не выгоднее как-то наоборот сейчас показательно признать и общественного деятеля, и государственного деятеля, и согласиться с этим? Нет. Опять же, мы инкриминируем Владимира Путина в свое мышление. Владимир Путин очень упорный человек. Он, если взял на вооружение какую-то линию, практически никогда от нее не отступает, если он не видит на горизонте какой-то мощный приз. Вот, скажем, перед Олимпиадой в Сочи 2014 года он действительно отпускал политзаключенных, от Михаила Ходорковского до участниц группы «Пусти Райт» и активистов организации «Гринпис», задержанных на платформе «Газпрома», преразломная. Ну, потому что, во-первых, он должен был полностью сгладить негативный фон вокруг Олимпиады, которая была важнейшим тогда для него событием за всю карьеру. С другой стороны, он готовил, как по данным многих источников, некую перезагрузку-2. То есть, некая новая волна улучшения отношений с Западом, которая должна была начаться сразу после завершения Олимпиады. Уже получилось. Ну, цепь событий, начиная от революции на Украине, которая как раз случилась накануне завершения Олимпиады, и была воспринята Путиным как острый нож в спину со стороны западных партнеров, наших западных партнеров. И еще некоторые технические события, к которым отдельные источники, я не утверждаю, что это полностью достоверная версия, но говорят, что еще была техническая посадка, то есть жесткая авария вертолета президента в Сочи за несколько дней до завершения Олимпиады, что многими умнительными его соратниками, возможно, им самим было воспринято как попытка покушения на его жизнь. Поэтому вместо «Призаруски-2» мы решительно пошли в обратную сторону. Если бы Путин видел какой-то большой приз за политическую реабилитацию Немцова и его возвышение над общей серой массой политиков, он бы на это пошел. А так зачем ему это делать? Ну, а просто эта история весьма прагматических, каких-то нежных чувств к Немцову у него нет. Тем более, что Немцов все-таки для него человек, который очень резко критиковал и ругал Путина. Это известно не только из публичной сферы, но, конечно, из многочисленных прослушек, которые Немцовы предоставляли Путину спецслужбы. И я думаю, что Владимир Владимирович не видит никаких оснований сентиментально относиться к покойным. Я хочу уточнить. То есть, допустим, возможное потепление отношений с Западом в случае какого-то коренного изменения в развитии России. Это рубри о признании Крыму в составе России. Это невероятный вариант на сегодняшний день. Но по масштабу это нечто, что могло побудить Путина пойти на существенные уступки в смысле либерализации в России, движения навстречу оппозиционерам, живым и мертвым и так далее. Выпусканию политзаключенных, опять же, в рамках какой-нибудь свежеизобретенной амнистии и так далее и тому подобное. Но не просто так. Западный партнер опять садет нож в спину, как это случилось в эпоху Олимпиады в Сочи. И зачем же вести на односторонние уступки, не согласовав заранее ничего. Раз уж мы затронули тему политзаключенных, давайте обратимся к процессу над Надеждой Савченко, который, собственно, вошел в завершающую стадию и уже практически завершенным остался только в основном. Ну, собственно, через неделю начнем читать приговор в пранкерах. Как говорят профессионалы. Виталий Авилов в связи с этим спрашивает про пранкеров, которые перешли к красному черту. Ну, по крайней мере, я думаю, что он об этих пранкерах. Но мне кажется, это не самый интересный аспект вообще в данном случае. Ну, он, может быть, не самый, но интересный. Представить надо до какой стадии это может дойти? Пранкеры уже общались и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с Реджевом Тейпом Ордоганом на полном серьезе. Завтра вшами, мне кажется, могут устроить ядерную войну. И мне кажется, стоит как-то задуматься над этим сюжетом. Ну, бывают всемогущие пранкеры. Что поделать? То есть, вы считаете, что это, в общем, реально опасные ребята, которые могут привести, я не знаю, к новым изменениям в жизни? Я по-моему, очень талантливые люди. Я лично с ними не знаком. Я послушал несколько записей их разговоров. Они говорят, что очень квалифицированно, компетентно и, главное, очень гибко меняют линию поведения. Когда им отвечают что-то, что не по сценарию, они тоже отступают от сценария абсолютно легко. То есть, это, так сказать... То есть, не деревянные? Нет, не какие-то люди, которые взялись в помойке. Это очень хорошо подготовленные люди, которые всегда готовы к данному конкретному разговору, проводимому ими в этот момент исторического времени. Надо отдать им должное. Их талантам и своему пранкерскому профессионализму. Но тем они опаснее, собственно. Конечно, они высвечивают очень неприглядные стороны деятельности и мышления тех или иных политиков. Благодаря, собственно, уважаемому Вовану и Лексусу, я не помню, как их официальные имена, мы узнали, например, что Петр Порошенко не написал ни одного письма. Савченко никогда не общался с ее адвокатами. Вообще, по-своему, мало интересовался ее судьбой. До самого недавнего времени. Спасибо им за это. Но то, что, в общем, можно на полном серьезе впаривать главам государства, вообще влиятельным людям какую-то ерунду и провоцировать политические решения весьма высокого уровня, это странновато. В общем, ясно, что вряд ли без покровительства определенных влиятельных фигур в Российской Федерации эти люди могли бы так вольно себя чувствовать в столь рискованном занятии. В Кремле уже понимают, как должна сложиться судьба надежды Савченко? Как вы думаете? Ну, я не знаю, что происходит в Кремле, к сожалению. Кроме исключительно музеев Кремля и соборов, в которых я регулярно бываю. И то давно там не был, поэтому сейчас не знаю. Но думаю, что Путин ведет торг, естественно, не столько даже с Украиной, которую он никогда не воспринимал как полноценного равноправного партнера, США и Евросоюзом ждет, чтобы ему предложили. Ну вот смотрите, вы же... За передачу Савченко Украине. Вы же уже как раз говорили о том, что да, всегда есть какое-то очень прагматичное решение в таком торге. В прошлый раз вы назвали это абстрактное признание Крыма. Что может быть решением, которое удовлетворит Владимира Путина в этом вопросе? Ну, около Кремлевской круги эмуссирует всячески тему Буты Ярошенко, возможно, передачи Америкой России. Сложная комбинация. Людей такого типа и калибра. Но Путин, конечно же, постоянно подчеркивает, что по своему уровню Украина и руководство Украины должны типа вести переговоры с ДНР и ЛНР. А я веду переговоры с США и Евросоюзом. Хотя США и Евросоюз очень внятно дают понять Путину, что это на его позиции несколько односторонняя, потому что они-то вовсе не собираются вести с ними переговоры о судьбах Украины и мира вообще. Но Владимир Владимирович настаивает на своем понимании жизни, судьбы и образе будущего. Поэтому, да, вот какая-то выдача России важных и ценных для нее людей, не обязательно из Украины, и не обязательно предполагаемых грушников Ерофеева и Александрова, поскольку Россия так до сих пор и не признала их принадлежность к официальным российским войскам, и не признает, что они находились там по приказу своего командования. А если они не ходились там по приказу, то, опять же, обмен неравноценен. Да, потому что люди как по собственной инициативе двинулись, как бы туда. И сами по себе звездами не являются, а Савченко все-таки большая звезда, депутат парламента Украины, делегат в ПАСЕ и Героя Украины. Большая политическая величина, и обменять ее надо на равноценный товар. Я думаю, что именно так цинично Владимир Путин рассуждает, и так же, как в отношении Бориса Немцова, у него нет в отношении Савченко никаких сентиментов. Ему ее не жалко. А почему тянут время? Зачем нужны все эти истории с переносом последнего... Ну, видимо, потому что они как бы договаться не могут до того, что получат замену на Савченко. Интересно, кто торгуется? Так называемый Крамль. Вместе с соборами и музеями внутри. Всем соборам и всем музеям. Раз уж мы затронули международную повестку, давайте еще пару вопросов переадресую вам с сайта echo.msk.ru. Напомню, что там также можно оставлять свои сообщения Станиславу Белковскому. Пользователь Волн78 просит вас прокомментировать... Это Волн из Петербурга. Нет, Волн. Волн. Волн, да. Волна САМС. Да, да, да. Просит прокомментировать скандал, разгоревшийся на форуме «Свободная Россия». Мы сейчас до эфира говорим, что форум получился скучным. Потому что даже никто... Получился бы, если бы не. Съемочная группа журналистов ВГТРК, которая пыталась побеседовать довольно настойчиво с участниками этого форума, но нарвалась в итоге на выдворение из Литвы. Во-первых, зачем вообще проводить такие форумы? И нужно ли их проводить? И, во-вторых, обоснованы ли решения литовских властей, которые называют четырех журналистов ВГТРК, несущими угрозу национальной безопасности, независимой Литвы? Когда я работал в Госкомнице продукции Росфазор в конструкторском бюро, то мой начальник Виталий Сеодович Пескунов, которому, в пользу случаем, передаю привет, как на программе «Поле чудес», мне говорил сакральную фразу. Он говорил, ты занимайся тем, что у тебя получается, а тем, что у тебя не получается, не занимайся. Вот определенные люди, относимые к российским опционерам, умеют неплохо организовывать форумы, поэтому они этим и занимаются. Это форма жизни и деятельности человека, правда? Человек должен работать. Да, конечно. Мне кажется, у Гарри Кимовича Каспарова действительно получается организовать форум, он это организует. Если бы у него, так сказать, играть в шахматы у него получается. Если бы у него получалось организовать парад на Красной площади, он бы занялся организацией этого парада. Вот о чем форум был и нужен. А что касается высылки журналистов, понимаете, я за свою долгую жизнь адаптирован к общению с журналистами, которые меня не любят. Поэтому для меня вообще диковато является такого типа реакция на любое поведение журналистов. Независимо от того, как он ко мне относится и насколько жесткие вопросы мне задают. Ну, боишься журналистов, не проводи публичные мероприятия. Проводи его секретно где-нибудь в подвале, в бункере, да? Выставь три кордона охраны. Ясно, что власти Литвы выслали этих журналистов по просьбе организаторов форума, они сами по себе. Ну, я считаю, что это поведение не самое правильное, хотя я, естественно, отношусь не самым блестящим образом к телеканалам, входящим в холдинг ВГТРК и понимаю, что они являются, и схожу из понимания, что они являются орудиями пропаганды, скорее, чем средствами массовой информации в классическом понимании этого термина. Но все равно, если ты приглашаешь журналистов, то уж ты должен их принимать. Не хочешь общаться с журналистами, не приглашай их. Приглашай в узкий круг и под серьезной охраной на заимки лесника. Скаковых в Литве немало. Можно такую вещь проводить. Я, честно говоря, если так вставать на позицию условного ВГТРК, неважно, как он будет называться, вообще туда были направлены журналисты. Это можно просто не замечать, и никто не узнает про Вильямовский форум. И не узнал бы. Ну, будь я главным редактором ВГТРК, которому, к счастью, никогда не буду, я бы никого туда не посылал. Но, видимо, было политическое решение показать форум в негативном свете. Ну, я бы, тем более, не стал бы рассуждать на первом и втором каналах российского телевидения о коррупционных обвинениях и подозрениях в адрес Путина, что было. Видимо, это связано с эмоциональной реакцией первого лица на какие-то события и подразумевает, что такая реакция должна быть. Надо было показать звериный оскал российской оппозиции. Это чтобы имена не забыли? Или чтобы повестка ушла? Нет, ну, я согласен, что нет. Ну, как, есть, что надо замочить. Была команда замочить оппозицию. А сейчас же, в общем-то, это все не обсуждается. Кроме того, понимаете, я как политконсультант на пенсии могу вам сказать, что политконсультант, пропагандист, информационный работник, а это все имеет сегодня больше отношения, опять же, к государственным телеканалам России, чем, собственно, к деятельности СМИ. Они постоянно должны доказывать и оправдывать свою нужность. А нужность достигается через решение определенных задач, даже бессмысленных или контрпродуктивных. То есть, когда клиент тебе говорит, слушай, вот там Пупкин меня не любит, давай замочим Пупкина. Конечно, самый разумный ответ сказать, да как бы Пупкин этот нужен? Давай не будем его трогать вообще. Но чем чаще и больше ты будешь это говорить, тем скорее уверенность клиента, потому что вообще ничего не делаешь. Ты уже сколько раз просили замочить Пупкина, а ты вместо этого отделываешься замечанием, что Пупкин никому не нужен. Поэтому, действительно, зачем избегать мочилов российских оппозиционеров, когда их можно поехать и замочить, и тем самым начальство будет довольно, опять же, независимо от объективного результата. Это персонально ваш Станислав Белковский. Я напомню телефон, по которому вы можете задавать вопросы. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять для СМС-сообщений. Ну, кроме того, сообщения принимаются с помощью Твиттера-аккаунта. Вызвано. И с помощью сайта Эхо Москвы, эхо.msk.ru. Ну, а мы обязательно после середины часа поговорим о чувствах верующих, грядущих выборах в Государственную Думу, трудностях перевода выступлений президента Барака Обамы и интервью господина Белавенцева, из которого мы узнали много нового про Крым. ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ Сегодня политолог Станислав Белковский. Да, и со мной в студии ведущая Оксана Чишев-Селудбойка. Ну, а еще к дискуссии присоединяются радиослушатели с помощью номера 07-985-970-4545 аккаунта в Твиттере, который называется вызванный сайт эхо.msk.ru. Один за другим пришли сразу два вопроса. На одну и ту же тему. И поводом, конечно, послужило то, что сейчас в новостях прозвучал комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Точнее, его ответ на заявление министра обороны Польши. О чем идет речь? Если вы вдруг не знаете, министр обороны Польши Антоний Мацаревич сказал, что катастрофа ТУ-154, в которой погибло несколько лет назад практически все высшее руководство Польши, была терактом. И в связи с этим наш слушатин Феникс в частности интересуется, что преследует министерство обороны Польши, делая такие заявления. Собственно, партия право и справедливость, которую представляет Антоний Мацаревич, она с самого начала придерживалась именно таких позиций. С момента гибели самолета под Смоленском, что самолет сбили русские специально, чтобы уничтожить значительную часть польской политической элиты, особенно антироссийскую ее часть. Но тогдашнее руководство Польши с премьером Дональдом Туском этой точки зрения не придерживалось. И в итоге расследование привело к версии о неполне профессиональных действиях экипажа самолета, а также о вмешательстве политических фигуров в работу пилотов, что и привело к катастрофе. Я думаю, что я сам склоняюсь именно к этой версии как к базовой, хотя, естественно, не исключаю, что наш отечественный бардак, который давно пора ввести в Уголовный кодекс в качестве отдельной статьи, предполагающий в том числе и пожизненное заключение. Он был отдельным самостоятельным фактором, то есть недостаточно качественной работой наземных служб, что должно быть одной из статей бардак в Уголовном кодексе следующего поколения. Антоний Моцаревич сам это известный человек, ему под 70, он ветеран польской политики, диссидент с многолетним стажем, который везде ячит агентов КГБ еще в советских времен, в том числе в рядах своих соратников, сторонников. Если он говорит о том, что теракт преследовал целью уничтожить людей, которые дали Польше независимую реальную независимость, то скорее это как раз те люди, с которыми он воюет. Например, Лех Валенца и Тадош Мазовецкий, которые обеспечили. И, кстати, войсок Херузельский, который к нему не относится, на мой взгляд, сделал для Польши два огромных дела в 80-е годы. В 1981 году он хоть и ввел чрезвычайное положение, интернировал ряд оппозиционеров, но тем самым предотвратил вторжение советских войск в Польшу, который был уже на МАЗИ, а в 1989-1991 годах обеспечил мирный переход к власти, к следующему поколению политиков и уход от власти коммунистической элиты. Поэтому здесь, так сказать, поэтому Антоний Мацаревич исполняет свой номер, который он будет исполнять всю жизнь. Я знаю, что он сейчас активный сторонник иллюстрации вооруженных сил в Польше и придерживается мнения, что все высокие офицеры, которые получили звание до 1989 года или учились в военных учебных заведениях в бывшем Советском Союзе, должны быть иллюстрированы. Ну, поэтому я, что эта тема с самолетом будет и дальше раскручиваться нынешней польской властью. В этом нет ничего неудивительного, не неожиданного. Но уж когда высокие, высокопоставленные российские официальные лица типа полпреда в Крымском федеральном округе вице-адмирала Олега Белавенцева делают заявление, которое прямо льет воду на мельницу Антония Мацаревича, его единомышленников, это приобретает уже совершенно иной оттенок. И окрас. Как сказали, вы любитель животных. Станислав Белковский сегодня не только персонально ваш, но и персонально наш, потому что отчасти выполняет нашу функцию, прокладывая мостики от одних тем к другим. Упоминая Олега Белавенцева, он имеет в виду интервью, вышедшее на телеканале НТВ, в котором говорится следующее. Я читаю сейчас по сайту НТВ, цитирую. Гражданскую войну в Крыму по словам Белавенцева пытался развязать лично Александр Турчинов, который в то время занимал пост председатель Верховной Рады и исполнял обязанности президента. Он направлял на полуостров эмиссаров, которые пытались склонить руководителей Крыма, в том числе председателя Верховного Совета, к неисполнению своих обязанностей. Депутатам рассылали СМС с угрозами. Белавенцев также сообщил, что Турчинов собирался лично лететь в Крым со спецназом, но ему дали понять, что до Симферополя он точно не долетит. Дальний сайт цитирует Белавенцева. Он собирался вылететь сюда двумя бортами, на одном сам, на другом подготовленная группа, но мы, дело в том, что мы тут принимали решение, нам никто не мешал, сообщили, если пересечет границу, мы его собьем. Конец цитаты сказал полномочный представитель президента России в Крымском федеральном округе. Не очень понятно границу чего, по мнению Белавенцева, собирался пересекать 2014 года, то есть еще до референдума. То есть, это граница административной во всех случаях? Да, административная граница Украины. То есть, и с полнейшей обязанности президента Украины собирался посетить регион Украины. И наше официальное лицо заявляет, что оно собиралось его уничтожить, президента сопредельной страны. Да, при этом Белавенцев фактически берет на себя и своих руководителей, включая министра обороны Шойгу и президента Путина, ответственность за все действия по аннексии Крыма, в то время как стартовая версия, с которой мы знакомились два года назад, состояла ровно обратно, что это народ восстал в Крыму и в Севастополе, а мы его только поддержали, мы в смысле Российской Федерации, и защитили его свободное выливовое изъявление на референдуме 17 марта. На мой взгляд, это типичная так называемая программа саморазрушения преступника, когда преступник доходит до такой гордости за совершенное преступление, что он уже перестает его скрывать, а наоборот должен поведать человечеству о том, что он его совершил, как оно происходило, и о последствиях уже не думает, потому что ясно, что эти последствия будут для самого преступника негативными, но держать в Сибири переполняющего не только факты, но и эмоции, он уже физически не в состоянии. Я думаю, что вице-адмирал Беларин со своим интервью НТВ сильно насолил Путину и вообще все вертикали своих начальников, но в то же время думаю, что аппаратом он не пострадает, поскольку это ближайший к Сергею Шойгу человек, в бытность Сергея Кужугетовича министром по чрезвычайным ситуациям. Беларинцев как замминистра курировал вопросы оказания иностранной помощи, я забыл, как называется служба, которая при МЧС, которая оказывает содействие во время катастроф за границей. И там возникает целая серия деликатных финансовых потоков, которые являются источником доходов, возможно, для ряда должностных лиц МЧС. Курировал всю эту систему непосредственно Олег Беларинцев, это, безусловно, ближайшее доверие на лицо Шойгу. Не случайно он стал полпредом президента в Крымском федеральном округе. И сейчас, собственно, это мифология о том, что мы собираемся уничтожить и оказываться исполняющие обязанности президента Украины. Кто бы мог подумать и так далее. А также мифология, что все было придумано в Москве и аннексия, безусловно, была делом исключительно рук вооруженных сил Российской Федерации, но не какого-то местного актива, она направлена на то, чтобы еще подавить актив так называемой русской весны и поставить его на место. В частности, не в меру амбициозных фигур фигур типа Спикерзак собрания Севастополя и бывшего народного мэра этого города субъекта Федерации Алексея Чалова. Как-то тяжело поверить в то, что люди такого уровня и с такой биографией они подчиняются иррациональным решениям типа гордости за саде. Иррациональным решениям подчиняются все люди. Для этого достаточно перечитать классиков психоанализа, начиная с Зигмунда Фрейда, чтобы в этом не оставалось ни малейших сомнений. Нет, ну можно просто тарелку разбить, а можно дать интервью телеканалу НТВ и, в общем, от этих слов уже не нужно вырабатывать. Ясно, что адмирал Белгавенцев ориентируется еще на флюиды, исходящие от первого лица. Ведь Владимир Путин тоже все меньше перестает скрывать подробности крымской операции и все больше приписывает заслуги в кавычках или без по отсоединению Крыма от Украины федеральной бюрократии. Опять же, чтобы местные активисты даже и думать забыли, что это была какая-то революция или восстание снизу. Все на своих местах. Конечно, потому что был такой старый советский анекдот не путай эмиграцию с туристической поездкой про Рубиновича, который несколько раз успешно с туристическими целями побывал в Аду, а потом, когда оказался там на постоянном месте жительства, вдруг обнаружил, что его кладут на горячую сковородку и его забил. Вот именно это сегодня происходит с активом русской весны в Крыму и Севастополе. Что они оказались не совсем в той стране, на которую рассчитывали. И Алексей Чалый тут на днях в очередном интервью сказал, что он рассчитывал на особый статус Севастополя и всей ситуации. Что поскольку это такое ценное приобретение для Российской Федерации, то в Севастополе как бы российская политическая система будет действовать не вполне. Но ему дают понять, что она будет действовать там вполне. Сегодня же свои жесткости. Раз уж мы тему Крыма затронули, на этой неделе у нас очередная годовщина того, что они называют присоединением о друге аннексии. 18 числа в Москве будет по этому поводу митинг-концерт. И вопрос, который я к вам хочу обратить спустя два года после всех этих событий. На сегодняшний день с точки зрения геополитики это тупиковая ситуация. Ну то есть мы так и будем жить в том мире, где Россия по-прежнему фактически упадет. Внутри страны и другая с ее пределами. Я думаю, что мы неограниченно долго обречены на это. По крайней мере, пока Владимир Путин остается де-юре де-факто у власти. Как и следовало ожидать два года назад это будет приводить к провинциализации как России в целом, так и Крыма в особенность, который все более и более будет становиться медвежьим углом в силу неурегулированности своего международно-правового статуса. После ухода Владимира Путина может быть есть путь к признанию полной государственной независимости Крыма как выхода из этой ситуации. Для меня очевидно, конечно, подавляющее большинство жителей Крыма хотели перейти под эгиду России и в состав России. И это и большое упущение украинской власти, которая за 23 года контроля над Крымом уже в качестве независимого государства не сделала ничего, чтобы стать популярной для крымчан. Но действительно эта ситуация абсолютно тупиковая. Она несет в себе массу негативных последствий не только для Крыма и региона, но и для Российской Федерации в целом. Что было совершенно очевидно в те роковые мартовские дни 2014-го, что стало бы еще более очевидно сегодня. Про российскую ситуацию, но уже в другом немного ключе. Мы тему оппозиции затронули в прошлой получасовке, но давайте продолжим. Сегодня вышел опрос Левадо-центра. Доля россиян, считающих, что в России есть политическая оппозиция власти, она снизилась за последний год с 66% до 54%. Но тут интересно, что каждый четвертый респондент полагает, что оппозиция не нужна вообще. Заметьте, тройка самых известных оппозиционных политиков. Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Михаил Ходорковский. Это вот что такое? Это успех какой-то там условной государственной пропаганды или это скорее провал самой оппозиции? Во-первых, не системная оппозиция. Во-первых, это огромный успех Михаила Ходорковского, который неожиданно оказался третьим после Жириновского и Зюганова. Я даже этого не ожидал. Фактически, Ходорковский стал почти легальным Алексей Навальный не признан. Но мы не знаем, правда, с каким знаком он признан в таком качестве. Не важно. Знак знать поменять легче, чем приобрести легитимность. Ну, я сейчас могу посмотреть. Там, собственно, демоны, приобрести в ангелах легче, чем вообще приобрести статус демона. Давайте я сейчас сразу тогда данные скажу по другим оппозиционерам, чтобы мы понимали. Значит так, социологи попросили россиян перечислить каких оппозиционных политиков они знают. Самые известные. Жириновский 69% известен. Зюганов 63%, Ходорковский 45%, Григорий Евнинский 44%, Сергей Миронов 41%, Михаил Крохоров 64%, Россиянов 36%, Навальный 36%, Кудрин 27%, ну и так далее. Чтобы примерно и вы, и наши сложные представители. Поэтому поздравляем Михаила Борисовича Чандарковского пользу случаем. Друг он слушает сейчас нашу программу, проникнув к радиоприемнику в городе Лондоне. В остальном, конечно, естественно, продукт федеральной пропаганды, который пытается объяснить, что оппозиции нет может быть. Что, конечно, Владимир Владимирович Путин допускает в существовании оппозиции, поскольку это требует конституции и демократические принципы построения нашей государственности. Но не политически, не функционально настроение совершенно не нужное, только путается под высочайшими ногами. Как так получилось с массовым сознанием, что Владимир Жириновский и Геннадий Юганов это два главных оппозиционера? По телевизору говорят, что они оппозиционеры. А, там вот еще есть эта приписка, да, в новостях? Я не знаю насчет титров в новостях и подается их деятельность таким образом. В Рубаш, там Первый канал или программа Дмитрия Киселева, там Жириновский проходит категорию оппозиционеров. Думская оппозиция. Да, они же оппозиции. Так, если, значит, есть некая предлагаемая официальным телевизором думская оппозиция, тогда откуда вот этот вот каждый четвертый респондент, который считает, что ей не нужно вообще? Ну, это, кстати, не так много, могло быть и больше. С учетом массированности и уровня концентрации тотальной пропаганды федеральных телеканалов. Как откуда? Тоже по телевизору объясняют, что оппозиция только мешает. Она зачем нужна? Она только пожирает государственные ресурсы. Но Владимир Путин милостив и милосерден настолько бесконечный и безграничный, что он даже допускает и это. Просто из преданности Конституции и демократическим принципам. Так, теперь давайте про Ходорковского. Он на третьем месте благодаря государственной пропаганде. Или вопреки. Или вопреки. Благодаря. Потому что и не только пропаганде, но и Следственному комитету и другим силовым структурам, которые возбуждают против него уголовные дела, обвиняют его все в шмертных грехах. Но отчасти я думаю, что это вопражение эффективности его собственных действий, как ни странно. Я не особенно тщательно слежу за этими действиями, но судя по этому опросу, они приводят к определенному результату. По узнаваемости Явлинского обошел, который является абсолютно принимаемым и официальным оппозиционером уже много лет. Да еще и объявился кандидатом в президенты и пообещал выиграть у Владимира Путина. Потому что он доктор наук, а Путин кандидат. Знаете, на сайте Яблоко висит сравнительная табличка. Это написано. Не видели ли я никогда? Сравнительная табличка качеств Путина и Явлинского. Возраст Путин 63 года, Явлинский 63 года. Путин кандидат наук, Явлинский доктор наук. В общем, везде выходит где-то на 10-20% Явлинский короче Путина. И по спортивным достижениям, наверное, тоже должно быть сравнение дзюдо-бокс. У них же у обоих довольно серьезное спортивное прошлое. Вообще, хорошее надо сделать такой синтетический спор это дзюдо-бокс. Начало, которому Путин и Явлинский положат, когда можно заниматься дзюдо и боксом в одном флаконе. Что, в общем, в сущности отражает сущность российской политики на сегодняшний день. Ну и чего же на лыжах это делать? Давайте, поскольку у нас не много времени, еще один вопрос внутренней политики затронем. В Конституционном суде обжалован закон о защите чувств верующих. Его авторы утверждают, что статья это в первую очередь сдерживающая, ну, авторы закона. А я хочу спросить с этим, можно ли ожидать, что действительно на фоне пары громких дел споры о религии в интернете прекратятся, и статья все сдержит и перестанет работать? Нет. Потому что у русского человека среднестатистического нет правового сознания, он задумывается о наличии статьи только под столкан в лип. Это очень распространенное явление и сам феномен нашей национальной психологии. Поэтому статья сама все ничего не сдержит. Она может покалечить много судеб, но она не предотвратит определенные действия. А саму статью, конечно, я считаю, вредной, потому что невозможно четко юридически установить, что такое чувства и что такое верующие. Тогда нужно ввести какие-нибудь безмерительные приборы. Какое-нибудь чувство мер и веру мер, которые бы точно говорили о том, что если, так сказать, свыше определенных показаний, чувство это человек верующий, чувства его задеты. Но, кроме того, должно быть человек какое-то количество верующих. Потому что один верующий написал письмо о том, что его чувства задеты. Это недостаточно, чтобы считать, что задеты чувства всех верующих. Нужно хотя бы плебиститься среди верующих, чтобы они подтвердили, что их чувство задело, и тогда уже приступать к уголовному преследованию задевшего. Ну, как мы понимаем, по этому закону, в общем, большого количества верующих, судя по всему, не требуется, чтобы начать проверять те или иные высказывания и нарушения российского законодательства. В этом смысле, как-то даже немного странно, что, ну, то есть, вот опять-таки, по той практике, которую мы сейчас видим, очень много не нужно, чтобы начать эту проверку. Да, достаточно просто насолить участков, грубо говоря. Да, достаточно удивительно, что этих случаев не так много, как могло бы быть. Ну, значит, еще недостаточно насолили участков. Потому что очень часто за такими преследованиями стоят лицовобы личные конфликты. Ну, вот кто-то хочет, а поищущий по каким-то основаниям, совершенно не связанным с чувствами верующих. То есть, в вашей точке зрения, я заострюю, это доносительская статья? Доносительская, абсолютно. И еще одну тему мы хотели обсудить. Мы, в общем, сегодня, в редкий случай, всю повестку успеваем затронуться, заранее приготовленную. Тема, которую я обозначил как трудности перевода. Лучшие умы лингвистической России бились над тем, как перевести с английского выражение... It's not completely stupid. It's not completely stupid, да. То бишь, буквально он не полностью глуп. Это выражение, которое прозвучало в интервью Барака Обамы, журнал «Атлантик». Ну, вот мне очень понятно, как его читать все-таки в переводе на русский с нашей коннотацией. Он не глупый парень, или он не клинический... Да, он же не совсем дурак, вот что имеется в виду. При этом, здесь дурак, это не оценка интеллекта человека, а скорее оценка модуса его социального поведения. То есть, он не совсем без формазов. Он играет против себя, да. То есть, он типа не думает, что он играет против себя. Он понимает, где в мире начальник. Начальник – это я, президент Соединенных Штатов, и поэтому ко мне он никогда не опаздывает. Это объективная оценка или... Да, мне вообще очень понравилось это интервью. Не только потому, что многие оценки Барака Хосеяновича Обама совпали с моими, которые я высказываю много лет, и с которыми, как правило, все спорят. Да, он четко подчеркнул, что, во-первых, мы живем в мире, где правят идеи и технологии, где мягкая сила важнее жесткой. Вернуться обратно за Берлинскую стену уже не удастся. А Путин пытается это сделать, и поэтому, в общем, наносит ущерб самому себе. Но при этом не отдумать, что он полный идиот, который готов, как Самсон, обрушить храм на себя. Нет, он, в общем, добивается дружбы со мной, говорит Обама. Я понимаю эти попытки его добиться дружбы со мной. И, видимо, эти попытки не поведут никакому успеху, потому что я, Обама, к этой дружбе не очень стремлюсь. Мы задавали вопрос нашим радиослушателям в воскресенье и спрашивали, вас бы подобное выражение обидело или не обидело? Вот вас, если бы вы находились на месте Путина, обидело бы подобное интервью Обамы? Ну, если бы я находился на месте Путина, ну, понимаете, если бы не был присущ психотип Владимира Путина, то да, конечно. Конечно, это обидно. То есть, это камень в огород, и Путин должен как-то эмоционально на это отреагировать, не обязательно сразу. Потому что месть – это блюдо, которое подают холодом, но какую-нибудь шпильку, не обязательно теоретического, но и практического свойства, какое-нибудь нехорошее действие с точки зрения Вашингтона на международной арене, Путин, в ответ, припримет. Потому что его военнослужащие не надо оскорблять и унижать. С ним можно спорить сколько угодно жестко, можно критиковать его политику, кричать «Путин, уйди сам». Но вот такие формулировки, они оставляют шрамы на душе Владимира Путина, которые, вернее, рубцы на душе, которые не заживают довольно долго. Ну, а мы оставляем рубцы на сердце наших радиослушателей, с которыми вынужден прощаться. Станислав Белковский, сегодня бывший гостем программы «Персонально Ваш». Все не так страшно. Наоборот, мы дали определенный заряд одновременно нашим слушателям адреналина и других полезных гормонов. Спасибо всем. Спасибо. Сева Влад Бойко и Оксана Чеш с программой «Знаменатель». Минут через 15 вернутся в эфирах о Москве. «Персонально Ваш». «Персонально Ваш».